Барсик, ты хвост там мочишь? Барсик, ты что, сумный? Барсик, ты купаться хочешь? Тебя может покупать надо, ты купаться хочешь или что? Барсик, ты купаться, ты купаться, ты купаться, ты купаться Ребятушки, всем доброе утро! Сегодня у нас уже 25 февраля, четверг. На улице, как вы видите, туман. Но уже время 8 утра уже не такое сильное. В 7 утра вообще все было такое белое-белое. Как молоком все прям залито. Сейчас уже немножечко солнышко пробивается сквозь туман. Свежо, хорошо, тепло. Ниночка уже уехала вчера. Дела, дела, заботы. Так что, ребенок поехал. Я много не снимала по причине того, что, ребят, мне хочется тоже посидеть с сестренкой, пообщаться, поболтать. А не так, что все время на камеру и на камеру. Сейчас я пришла для того, чтобы забрать мусор. Сегодня у нас забирают пластик. Мне надо вынести. Один пакет уже собрался. Пластика очень много. Я не успеваю пакеты менять. Казалось бы, ничего такого не покупаешь в пластике. Но, тем не менее, всегда он собирается. То йогурты, то вода, еще что-то там. Все эти пакетики. Несу огромный пакет. Ниночка поехала вчера. Я не знаю, чем сегодня буду заниматься. Хочу помыть духовку, потому что много всего пекли. Да, и я до этого много всего пекла. Там и печенюшки. То есть все. Надо хорошенько вымыть, поснимать секла, разобрать там все. И потом не знаю, что делать. Планирую наводить порядки в сарай. Потому что там такой бардак. Надо как-то это довести до ума. Потому что скоро потеплеет. Тогда уже не будет у меня времени много, чтобы наводить порядки в сарае. Потому что нужно будет наводить порядки на огороде и на участке вокруг дома. Так, выставляем вот так мусорно. В пакетик поставили. Вообще ничего не видно. И еще я хотела проверить почтовый ящик. Потому что вчера я, по-моему, не проверяла. Пусто. Вот такие дела у нас, ребят. Нина столько навезла гостинцев. Я прям не знаю, как мы это все съедим. И рулька. И рыба скумбрия, которую я замариновала. Салат Нина сделала из капусты. Очень, кстати, вкусный. И кому интересно рецепт маринада, то я вас попрошу как можно побольше поставить под это видео лайков. И как можно побольше написать комментариев. И тогда Нина расскажет нам секрет приготовления данного маринада под этот салат. Так что поддержите меня. Вот. Потом что там еще? Морской окунь. Потому что я съела, Милошь не доел. То есть еще целая рыбина. Лосось на бутерброды. Кстати, может сегодня и сделаю бутербродики. Там есть багет у нас. О, короче, холодильник забит. С одной стороны, меня это радует. Потому что мне ничего не надо будет готовить. С другой стороны, мне нужно как-то все распланировать, чтобы мы все кушали так, чтобы ничего не пропало. Потому что еще Нина привезла салат с майонезом. Ну, это оливье. Его надо съесть обязательно. Там еще пирог есть надо его тоже. Я вчера, кстати, вечером уже ничего не хотела. Сидела, смотрела видео. Потом думаю, пойду-ка я возьму кусочек пирога. Налила себе молочка. Прибежал ко мне Барсик. Залез в кружку и начал пить молоко. И довольно-таки много выпил. Прям так иногда поражает и удивляет своим поведением Барсик. И еще хотела сказать, там писали комментарии по поводу рульки, что выглядит вкусно, но то, что много там шкуры этой. Ребят, представьте себе, что рулька эта варится 2-3 часа. Шкурочка становится мягенькая. Если вы покупаете рульку и она плохо там очищена, там есть какие-то волосинки, естественно, это все надо убрать вплоть до того, чтобы там припалить где-то, под смолить или как это правильно называется. Чтобы шкурочка была чистенькая. Потом вы варите. Она становится мягенькая. Потом вы ее запекаете. Можно в процессе запекания перекладывать рульку с одной стороны на другую, для того, чтобы шкурочка везде была равномерная. Я в данном случае, когда готовила, я не перекладывала. Поэтому вверху получилась она такая, знаете, как немножко хрустящая. Но при этом, когда ты ее кусаешь, то она потом такая жуется, как жвачка. То есть немножко похрустела. А благодаря тому, что внизу сальцо, то она потом такая жевательная получается. А внизу то, что она лежала, она вообще идеально мягкая. Это очень вкусно. Но скажу честно, что мне в принципе понравился этот маринад, несмотря на то, что не было меда. Благодаря чему он мне понравился. Потому что все на одном противне, но все получилось разного вкуса. И при этом все сочеталось одно с другим. Капуста была очень кислая. Она, знаете, как в суше, когда ты кушаешь имбирь, то ты перебиваешь вкус и чувствуешь вкусы других роллов, сушь. Так и капуста получилась, что она как перебивает вкус. И ты потом кушаешь мясо, ты ощущаешь вот этот вкус мяса, этого маринада. Потом ты кушаешь яблоки, они сладкие, вкусные. Яблоки, кстати, очень вкусные получились. Картошка была обалденно вкусная. То есть, ну, блюдо получилось очень вкусным. Попробуйте, попробуйте, сделайте. Знаю, что многие говорят, ой, фу, что это, это как-то не очень вкусно будет, очень вкусно. К Милашу приезжал его брат, и он пробовал эту рульку, и он был просто в восторге. Он сказал, что обалденно вкусно, он никогда не пробовал. Но это было давно, я не за сегодняшнее, а не за вчерашнее время говорю. Но на тот момент, когда приезжал Милаша брат, то я готовила маринад с медом. Так что, так что вот так. Доболтала уже на 8 минут. Все, я пойду допью кофе и начну разбирать духовку, духовой шкаф для того, чтобы его хорошенько вымыть. И как раз тем временем распогодится на улице. Как вы можете видеть, уже солнышко выходит, распогодится на улице. И я, наверное, пойду все-таки наводить порядки в сарае, чтобы не тратить понапрасну время. Ну и там позже с вами встретимся. Ребятушки, я тут, конечно, затеяла процесс. Разобрала полностью духовый шкаф. Сняла стекла. Здесь два стекла, получается. Я их вымыла. Ну и, естественно, то стекло, которое ближе к духовому шкафу, то оно, конечно, все в жиру было. Сейчас пытаюсь вымыть все внутри. Видите, это черный, это запекшийся жир. Сейчас намылила и помыла. Сейчас еще раз напенила все, нанесла средство. Оставлю, пусть постоит минут 5-10. И буду опять все чистить, мыть. Фух, ну честно, подустала. И, кстати, хотела у вас спросить, кто знает, очень хорошее средство для духовки, для духового шкафа. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Это больше прошу тех, кто живет в Польше, для того, чтобы я могла беспрепятственно купить это средство. Так, сетку одну отмыла. Ну, это я помыла все. Сейчас еще буду полоскать с уксусом в воде, с уксусом буду полоскать. Еще осталось мне отмыть такую же одну сетку. Вот, такую же одну сетку и вот эту сетку-гриль. Вот это все, конечно, очень тяжело отмывать, но, что ж, приходится, приходится мыть. По-хорошему надо всегда, после каждого использования, сразу все вымывать. Ну, никогда не хватает на это времени, как бы, ну, приготовишь кушать, понятно, что ты не начинаешь сразу мыть духовку. Вот, так что, ребят, кто знает хорошее средство для того, чтобы вымывать духовки, напишите, пожалуйста, в комментариях, я буду вам очень сильно благодарна. Так, я продолжу процесс, сейчас помою сетки, ну, и дальше включусь позже. Решила сделать небольшой перерывчик и сделать бутербродики с лососем. Нина привязала нам такого лосося, у меня аж слюни текут уже, хочется попробовать. Порезала багет, сейчас маслицем намажу и положу лососик. Ой, будет вкусненько. Вот такие получились у меня бутербродики. Ребята, рыбка вообще просто прелесть, малосольная, жирненькая. В принципе, можно было даже на хлебушек не ложить масло, потому что рыбка довольно жирная. Можно было бы еще добавить сюда огурчик свежий, но мой огурчик благополучно испортился в холодильнике. Вот так. Так что всем покушать, приятного аппетита. Мы сейчас попьем кофе с бутербродиками и я продолжим свои домашние дела. Кстати, рыбку разделила она пополам, потому что я это хочу заморозить, чтобы не пропадало, поскольку у нас очень много еды, все надо есть. Ну, а это как раз нам останется на бутербродах. Все, всем приятного аппетита и хорошего настроения. Все, ребят, вымыла я духовку. Стекло чистейшее. Ну, конечно, все равно есть какие-то там царапинки мелкие, пылинки попадают, когда собираешь стекла. Здесь уже от времени, от того, что готовишь, такие, знаете, как стекло, как выгорело. Ну, в любом случае привела в порядок духовку чистенькая, но хочу еще купить хорошее какое-то средство, чтобы прям нанести его на стены, потому что там, конечно, тяжеловато было отмывать и кое-что не поотмывалось. То есть оно уже, как говорится, запеклось, и это, ну, как бы ножом там царапать, либо губка металлическая. Я не хочу для того, чтобы не повредить краску, чтобы не поцарапать, поэтому посмотрю что-нибудь в магазине. Вот, и так, в принципе, все, все помыто окно. Стекло теперь не в разводах, все хорошо. Самое главное теперь нормально пользоваться, то, как всегда, только помоешь и обязательно где-то капнешь, и как-то именно что внутрь попадает. В общем, надо аккуратно пользоваться. Я сейчас хочу быстренько здесь помыть полы, потому что я все мыла в мыске большой, наляпала воды, тут уже грязи разнесла. Сейчас помою быстро полы на кухне и пойду посмотрю, что там в сарае, что нужно начинать делать. Вот такое лицо тут красное. На самом деле я не красная, вот так вот я буду на самом деле. Все, быстренько мою полы и пойду посмотрю, какой дальнейший мой фронт работы. Так, на кухне все сделала, теперь хочу навести порядки в сарае, посмотреть, что тут надо, что не надо. Все поскладывать по-человечески, выкидывать вот это все старье, потому что этим никто не пользуется. Она уже стоит непонятно сколько лет. В общем, все пересмотреть, поубирать, все сложить по-человечески, довести, как говорится, все до ума. Тут снимать вам не буду, смысл тут снимать. Надо все, паутину тут поубирать, поснимать. Ну, короче, надо навести порядки. На улице вообще сегодня, мне кажется, самый теплый день из всех, которые были. Уже снежок так же тает хорошенько. Осталось совсем немножко снежка. Потихоньку можно уже во дворе наводить порядки. Но мне для того, чтобы во дворе наводить порядки, надо будет, поедем мы с Милошем в магазин, выберем все, что необходимо. Там лопаты, грабли. Потому что все, что у нас было, у нас все это благополучненько стырили, скажем так. Ой, воды столько много. Вот. Ну, как в сарае буду наводить порядки, я это снимать не буду, смысл это показывать. Все прекрасно и так знаете, как это происходит. Что еще хотела сказать? Хотела сказать, что я не знаю. Может, из-за того, что я дома сижу, мне постоянно хочется что-то убирать. Где-то я что-то нахожу. Тут там пошла, помыла, тут там пошла, помыла, почистила. Возможно, это зависит еще от того, что уже потеплело. Потому что, когда было холодно зимой, честно, уже нужно было и как бы пройтись поубирать, сделать уборку. А мне как-то не очень хотелось. Сейчас каждый день я нахожу себе кучу работы. Постоянно что-то делаю. То во дворе, то дома. Короче, кручусь, верчусь. Возможно, это из-за того, что я дома сижу. Поэтому я какая-то стала повернутая на порядках. Постоянно мне надо что-то чистить, что-то мыть. Вот. Ну, а еще это зависит от того, какая атмосфера в доме. Если дома все хорошо, если дома чувствуешь себя спокойно, комфортно, то тебе хочется и порядки наводить, и хочется и кушать что-то готовить вкусненькое. Поэтому, скорее всего, это связано с тем, что у нас сейчас с Милошем тишь и благодать. Солнышко вообще прекрасное. А, вот что я хотела вам показать. Снег растаял, и тут виднеется петрушечка, которую я садила в прошлом году. Смотрите. В прошлом году сеяла петрушку, и вот она уже растет. Представляете? То есть она под снегом росла. Прямо кудрявая такая петрушечка. Круто! Круто! Загадывать не люблю, но надеюсь, что в этом году я больше вложу сил в то, чтобы посадить там, возможно, даже огурчики какие-то посажу, зеленушки побольше. Ну, посмотрим, что оно будет. Но мне бы хотелось, потому что очень приятно, когда ты с грядочки можешь нарвать как бы и петрушечки, и укропчика, и шпинатика. Когда все свое, родное, ты сеешь, поливаешь, потом собираешь урожай. Мне это очень нравится. Все, ребятушки, на этом я с вами попрощаюсь. Всех люблю, всех целую. Всем хорошего настроения, солнечного, позитивного. Как всегда, с любовью и уважением, ваша Ольга Ставицкая. Все, всем попа-бузячки. До новых встреч на моем канале. И да, по скрипту. Кто знает, напишите, пожалуйста, какое есть хорошее средство, которое отмывает хорошо духовку. Я вам буду очень благодарна. И всё, попа-бузячки. КОНЕЦ Продолжение следует...